Всем привет! С вами Трестания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина белого цвета и ненужные остатки, щетка, лезвие, два моделирующих инструмента, скальпель, игла и две формочки круга разного диаметра. Разминаем остатки полимерной глины и раскатываем пласт 2,5 миллиметра толщиной. Формочкой, которая большего диаметра, вырезаем основу, а формочкой, которая поменьше, внутренний кружок. кладем заготовку на пласт белой полимерной глины, он толщиной примерно 1 миллиметр. вырезаем внутренний кружок. На оставшемся пласте белой полимерной глины при помощи моделирующего инструмента наносим текстуру в виде бороздок и скальпелем расширяем их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Текстурируем весь пласт щеточкой. Получившимся пластом накрываем нашу заготовку, но не до конца. Вырезаем формочками. Раскатываем белую полимерную глину в длинный пласт и отрезаем две полоски. Ими оборачиваем нашу заготовку. Лишнее обрезаем. В работе помогаем себе моделирующим инструментом или иглой. Продолжение следует... Раскатываем белую полимерную глину в тонкий пласт и текстурируем его щеточкой. Укладываем на него нашу заготовку и все лишнее обрезаем. Также вырезаем внутренний кружочек. Продолжение следует... Продолжение следует... В таком виде я отправляю нашу заготовку на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, заматываем оставшуюся часть кулона вощеным шнуром. Кончик приклеиваем на клей. Продолжение следует... Я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было со мной интересно. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok